Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами Дмитрий из компании Русская Монета. Сегодня мы с вами поговорим очередной раз о ситуации, которая сейчас творится в городе Москве. Немножко поговорим сначала про новое введение, которое ввели с 15 числа, вы знаете, ввели пропуска в городе Москве. Я хочу сказать свои отношения по поводу этого явления. Во-первых, что интересно, я попробовал сам получить пропуск. Пропуск получается буквально за 30 секунд. Ты указываешь компанию, в которой ты работаешь, ты указываешь ИНН. Можно, в принципе, наугад выбрать любую компанию, любую ИНН выбрать. И тебе дают пропуск на полмесяца. Потом я посмотрел статистику, выдано уже более 2 миллионов пропусков. Вот. Я вам хочу сказать свои соображения, что вот данная мера, которая сейчас принята, вот эти пропуска, которых выдано уже более 2 миллионов штук, они, в принципе, будут иметь обратную реакцию. Люди, наоборот, будут меньше сеть дома. Я объясню, почему. Потому что изначально, когда был задуман карантин, чтобы люди перестали выходить на улицу, вот, и все пугали, что вот будет введена чуть ли не чрезвычайная ситуация, что будут пропуска люди. Многие сидели и боялись дома, в принципе. Но кто-то ездил на работу, многие, кто ездил вообще по городу, знали, что никто ничего не делает, полиция никого не останавливает. Все нормально. Сейчас же, что получилось? Сейчас получается, что получилось так, что людям дали возможность узаконенным способом взять на себя обязательства выезжать, по сути дела. То есть, получая пропуск, вы берете на себя обязательства, как гражданин, ездить по городу Москва. Вот, что получилось. Это означает, что если раньше вы, допустим, сомневались, стоит ли вам выходить из дому, вот, стоит ли вам вообще выходить, потому что, возможно, за это могли быть какие-то меры крайние, тяжелые там могли в полицию попасть, еще что-то, вы могли бояться, да, этого, то сейчас вы просто получаете пропуск на полмесяца и спокойно выходите. То есть, таким образом вы обязуетесь выходить, по сути дела, эти полмесяца. Ну, к чему это приведет? Во-первых, это бестолковая абсолютно мера, я считаю, вот эти вот пропуска, которые никем не проверяются, в смысле выдачи или даже не проверяются. Это можно получить быстро, очень быстро. Во-первых, проверить невозможно всех людей, кто ездит. Во-вторых, это придет к тому, что разрастание заболеваемости в Москве может даже ускориться, увеличиться. Лучше бы они, в принципе, их не вводили в власти в городе Москва. Лучше бы оставили, допустим, людей в страхе каком-то, что вот мы введем жестокие меры, сидите все дома. Хотя бы вот если вот слово сидите все дома осталось бы, да, вот это одно дело. А сейчас, получается, сказали не сидите дома, а выходите, но по пропускам. Понимаете, что это означает с точки зрения психологии людей? То есть нам разрешили выходить, но по пропускам, которые можно получить за 30 секунд. Вот мы и выходим на улицу. Теперь мы будем все ездить на работу и распространять коронавирус. Это новый прикол, то есть московский. А теперь поговорим немножко о финансах. Многие спрашивают, почему ты Дмитрий перестал рассказывать про монеты. Но вот сейчас в данный момент про монеты рассказывать абсолютно не хочется, потому что они просто не продаются. И интереснее сейчас рассказать про то, на чем хоть что-то могут люди заработать. Я всегда рассказываю про то, на чем люди могут заработать. Да, кстати, хочу сказать, если вы вообще будете собираться как-то заниматься инвестированием на фондовых рынках, то я крайне рекомендую выбирать какие-то левые конторы, где какие-то плечи большие дают, потому что вы сразу все потеряете. Вот такой сумасшедший сейчас, сумасшедший качель, который происходит на финансовых рынках, вверх-вниз, вверх-вниз, по всем ресурсам, приведут то к тому, что любую сумму, которую вы инвестируете, вы всегда потеряете, если вы будете работать с каким-либо плечом финансовым. То есть вы можете заниматься инвестированием средств в акции, в ресурсы, какие-то там нефть, золото и так далее, только без финансового плеча или максимально с плечом 2. Ну, для этого вам нужно просто выбрать нормальный банк, там, Тинькофф банк, Сбербанк и так далее. То есть, ну, нормальный банк, который занимается доступом на фондовую биржу. Вот, и если все правильно делать, то все будет нормально. Самое главное не рисковать. Я вот не рекомендую рисковать сильно. Ну, что сейчас происходит? Я всем говорил, говорил недавно, что мы ждем второго дна. Ну, второе дно, вот второе дно сейчас, в принципе, начинает формироваться. Мы сначала, напомню вам, допустим, я про нефть люблю говорить. Сходили сначала до 25-24,5, потом отскочили. Сейчас мы идем вниз опять. И у меня есть такое подозрение, в принципе, что раньше я думал, что возможно будет восстановление рынков таким образом, что будет резкий спад двойной. То есть, два дна будет. Сейчас второе дно формируется, и потом будет, как бы, движение вверх мощное. Но сейчас у меня есть такое подозрение, что этого не будет. Объясню свою точку зрения. Мне кажется, что сейчас будет формироваться второе дно. То есть, по всем акциям, по нашим, и вот сегодня лукойл сильно упал там и так далее. То есть, и по нефти, и по всем вообще нашим акциям российским. Мы сейчас идем опять вниз, формируем второе дно. Второе дно непонятно будет ниже, выше предыдущего дна. Но около этого, я думаю, не сильно ниже, я думаю, пробивать мы не будем предыдущее дно. Я думаю, что это будет чуть повыше, это новое дно. Но после этого, мне кажется, не надо надеяться на какой-то резкий рост. Рост может быть очень плавный или, возможно, боковое движение. Это самое худшее на рынке. Если сформируется боковое движение, допустим, от нового дна, которое сейчас будет сформировано, до отскока предыдущего. Вот, допустим, это будет верхний и нижний диапазон. В пределах там 10% будут колебаться акции. И также нефть там будет колебаться, допустим, от 25 до 35, предположим, будет колебаться какое-то время. А я думаю, что это будет происходить несколько месяцев, потому что сейчас коронавирус все-таки, несмотря на то, что во многих странах уже открываются магазины и все остальное, выкарабкиваются из этого безумия, скажем так. Но выкарабкиваться будет очень долго, потребление, в принципе, не будет сильно, товаров расти. У людей как бы сейчас есть дефицит средств и меры поддержки. Вот, в частности, вот сегодня там объявили по телевизору, что малый бизнес, который будет поддерживаться там в районе, там, что-то 12 тысяч, по-моему, в месяц на человека, да, работающего. При том, что средняя зарплата в Москве достаточно высокая была, далеко за больше 50 тысяч в малом бизнесе. Поэтому 12 тысяч, ну, наверное, хватит для того, чтобы просто не умереть голоду, в принципе, да. На том спасибо, как говорится. Но при таких дотациях, скажем так, и ожидании, что все это еще протянется, это все, коронакризис, вот, еще несколько месяцев, только вот его, так сказать, падающая составляющая, да, то есть дальше потом, сколько мы будем восстанавливаться, вообще неизвестно. То не надо ожидать, что будет рост резкий. Будем, скорее всего, в боковом диапазоне находиться. Поэтому я считаю так, что если кто сейчас будет пытаться работать на бирже, то, скорее всего, будет терять деньги. Вот такой вот мой прогноз. Потому что работать в боковом режиме, при боковом движении незначительно плюс-минус, там, 5-10%, в принципе, мало кто может. И при таком движении, когда не будет устойчивого, долгого роста после второго дна, а будет вот какой-то слабый текущий процесс, около 1, плюс-минус, я думаю, что сейчас, в данный момент, нет смысла свои деньги, последние, возможно, у кого-то, а не последние, вкладывать в биржу. Возможно, есть смысл подождать, пока мы не выйдем из этой кризисной ситуации. То есть подождать такого момента, когда все ресурсы не подрастут выше предыдущего отскока. То есть, допустим, там, по нефти, там, выше 37 долларов, предположим, когда мы не выйдем. Допустим, по Газпрому свыше 195 рублей, там, по Лукойлу, там, свыше, допустим, 5, там, ну, в общем, там, 6000, допустим. Вот, и только после этого можно как-то, неправильно сказал, по Лукойлу выше, чем 5300, предположим, пойдем. Вот, и только после этого можно будет как-то говорить о том, что пошел устойчивый рост. До этого момента нет смысла, как бы, я думаю, этим заниматься. Вот такой сейчас текущий прогноз, неутешительный. Ну, я вам хочу сказать, что оптимизм какой-то, в принципе, есть, потому что, сейчас читаю, во многих странах мира уже все открывается. Я надеюсь, что наши власти при нашей смертности 190 человек на всю Россию, при этом все сидят и дрожат по домам. Все-таки еще неделю-две и одумаются, разрешат всем, как бы, выходить. Но там, допустим, да, мы, возможно, поперезаразимся все, да, и еще какое-то количество будет летальных исходов. Но я думаю, что оно не настолько будет значительное, как то количество людей, которые сейчас умрет от алкоголизма, от уныния, от суицида и всего остального, на фоне того, что люди просто сейчас, как бы, потихоньку унищают. Вот. А так, держитесь бодренько, то есть, занимайтесь спортом, занимайтесь саморазвитием и никогда не унывайте. Всего хорошего. С вами Дмитрий из компании Русская Монета. Русская Монета.